добрый день друзья приветствую вас на наших прогулках по хельсинки сегодня у нас новая интересная тема тенденции сувенирного шоппинга для того чтобы найти красивые и интересные сувениры из хельсинки не обязательно идти в специализированные магазины можно отправиться на охоту за винтажными сокровищами благо таких магазинов кирписов блошиных рынков в хельсинки очень много можно выбрать тот что по душе именно вам например фазани антики на улице корки а ворон кату это район ул анлина в нем много красивых домов и конечно же такой антикварный магазин как фазани привлекает внимание не только туристов но и местных жителей здесь каждый день можно увидеть охотников за старинными вещичками интересная посуда мебель в этой пещере сокровищ можно найти все что угодно идем дальше выбор сувениров это энергозатратный процесс хорошо бы и подкрепиться добро пожаловать на городской рынок хиталахден каупахалли здесь есть и сувенирные лавки и рестораны кафе с кухней самых разных стран мира заходим нас с вами интересует один кулинарный уголок не так давно знаменитый финский актер вилле хапасова открыл хачапури ресторан точнее он путешествует со своими хачапури по всей финляндии но первая стационарная точка появилась именно здесь на хиталахден каупахалли боржоми и хачапури вот такой перекус в стиле вилле хапасова как видите мне все-таки удалось поймать вилле и купить хачапури лично у него мы подкрепились и теперь можем продолжить нашу прогулку знаете где можно найти отличные сувенирные стенды в музеях например вот здесь в музее хэм хельсинки арт мюзиум здесь есть и сумки с принтами символика хельсинки и книги о героях локальных мастерах этого города блокноты с муми троллями тетради магниты вот например вот здесь самая любимая фотография туго янсен на магните маски работы финского графического дизайнера юси лахтинена часто мелькают в сувенирных магазинах bysонокомемсия моих че раме юсси лаhtinen оен куватаите歇и и я дизайнер таппере елена кс фиш мне алими с вели вести кертово на метрополис к айтеиста и дизайнер миста ними метрополис арт town design метрополис арт тинь сайне ними тулей сиита который соединят талия и дизайнер «Метрополис» называется «Метрополис», и «Фритц Ланг» называется «Метрополис». Интересный сувенир – финский виски. Приготовление виски – это очень трудоемкий и длительный процесс. Здесь есть где потренировать свое сису, а значит, креативные и трудолюбивые финны не могли не попробовать. Добро пожаловать на Хельсинки Distillery, которая находится на бывшей скотобойне Тео Растамо. Приглашаю вас узнать о секретах финского производства виски. Первый этап – это получение из ячменя солода. Второй – его сушка. Как правило, его сушат с помощью горячего дыма от сгорания древесного угля или торфа. Однако здесь, на Хельсинки Distillery, так не делают. Возможно, все дело в пожарной безопасности. Дальше нужно получить сладкую жидкость, так называемое сусло. Следующий шаг – ферментация или брожение. Сусло охлаждают и смешивают с дрожжами. Ферментация на Хельсинки Distillery проходит при температуре чуть выше 20 градусов. А обычно, например, в Шотландии температура 40. Пятый шаг – сама дистилляция или перегонка алкоголя. Вы видите эти немецкие аппараты, которые ребята из Хельсинки Distillery специально заказали для этого процесса. Слабы – отходи на Хельсинки. 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 Экскурсия по производству на Хельсинки Distillery может по вашему желанию закончиться и увлекательной дегустацией. Джин, виски, тоник – все это можно попробовать прямо после тура. Приветливые сотрудники Хельсинки Distillery рассказывают и внимательно показывают состав каждого напитка. Если вы не любите крепкие спиртные напитки, можно попробовать Хельсинки Long Drink всего 5,5%. Здесь же при производстве есть красивый и уютный бар. Запомните, если вы хотите купить Хельсинки Уиски в подарок, вам нужно отправиться за ними в Алка. Хельсинки Distillery, там, где вы были на экскурсии, не имеет права продавать алкоголь. Поэтому отправляйтесь в Алка Аркадия, и там вы найдете Хельсинки Уиски Рай Молт. Здесь же, на соседней полке, пиво Маунгорд. Это пиво от самого графа Кройц. Вы уже бывали в поместье Маунгорд? Сейчас посмотрим. Дворцами и поместьями российского путешественника не удивишь. А вот если экскурсию по своему старинному дому и пивоварне при нем для вас проводит настоящий граф в 13-м поколении. Согласитесь, такое случается не в каждом доме музея. Да, верно, ведь это и не музей, это частная жилая резиденция семьи Кройц. После знакомства с такими красивыми интерьерами мы отправляемся на дегустацию. Здесь, в Маунгорд, на пивоварне, производятся разные сорта пива. Можно попробовать их прямо здесь и потом купить в Хельсинки. Предположим, виски и пиво вы не любите, и они не интересуют ваших родных и друзей в качестве сувениров. А как насчет кофе? За последние годы в Хельсинки появилось множество небольших кофейных жаровин, где можно приобрести кофе особой обжарки. Например, здесь Хельсинки Кахви Пахтимо. Выбирайте кофе на свой вкус или на вкус тех, кому вы везете его в подарок. Вот так выглядит кофейный перерыв современного туриста в Хельсинки. Обязательно Хельсинки Кассидези. Дезинфектор для рук. Сумка с принтом от Юси Лахтинена. Книжка о Хельсинки и туманный пейзаж. Сумка с принтом от Юси Лахтинена.